Женя, говорят, что это не твоя первая победа над Рустамом Пафалом. Это правда или нет? Было дело по фолам, но здесь в принципе тоже по фолам, да? Ну нет, ты уже просто его добивал. Было на левую один раз в прошлом году. По фолам играл. А что получилось? По фолам проиграл. В конце концов, в прошлый день. Что случилось? Просто получилось так, что подряд мы с Рустамом попали в середине соревнований. Но мы решили не бороться, так как если бы у нас такая борьба была в середине соревнований, то ни я, ни он ничего не взяли бы. И поэтому мы так договорились, я ему руку отдаю. Если я в финал дойду, то уже там будем бороться. Ну и как бы я ему руку отдал. И дальше, когда вниз попал, там людей мало было, всего 13 человек на левую руку. И мне буквально схватка за схваткой, вот, я один кисть подзабил. И дальше следующая схватка, опять верховик. И опять верховик, и мне, в общем, а я со всеми боролся на левую именно, ну, силовую. Да, силовой. И на всех, короче, не хватило. И дальше схватка передышек мало. Буквально одни выходят, отборолись быстро. И моя следующая. Я опять еле-еле, ну, с этой кистью именно на левую добил. Потом опять быстро отборывается и опять меня. Я уже на третий раз уже не выдержал. Ты гоняешь вес? Или ты всегда ставишь на свой вес? Ну... Потому что 85 кг, как бы, на твой рост, это, ну... Мало? Ну, не мало. Хорошо. Ну, обычно вешу 88,5 кг, где-то. То есть, почему-то совершенно спокойно? Где-то 3,5 кг, где-то так. А, планируешь вообще до 50 кг вес? Хорошо, официальный поединок. У меня больше 90 кг, никогда вес не поднимается. То есть, максимум было это 90 кг. Всё. То есть, а если я буду больше вес набирать, 93 кг, там, то я буду в 90 кг. А, вот, ну, вот хорошо. Прошел поединок, на правую руку ты официально выиграл. Рустама Бабаева официально. Что ты чувствуешь сейчас? Ты вообще планировал, что так произойдет? Ну, с Бабаевым тут Рустамом, как не угадаешь, планировал, не планировал. Его вот тяжело было даже вот не то, что физически, именно морально сдвинуть. Вот руку его морально сдвинуть даже тяжело было. То есть, она была переступить через себя, через... Ну, можно сказать, что Рустама Бабаева, например, не выносил вообще. Если он забивается на вот, втягивается в такую борьбу, то, скажем, ему все тяжелее и тяжелее, и рука умирает. Потому что вот есть спортсмены, которые борются в вармфайтах, они совершенно по-другому подготавливаются. У них большая выносность. Один раз может и проиграть. Ну, не знаю. Это судить по одному поединку так вот тяжело. Но... В этот раз, чем дальше мне там... Ну, я же сам забивался. Но, в принципе, я чувствовал, что я... Чем дальше, тем мне легче. Но чуть-чуть, по чуть-чуть легче со мной велись. То есть, его рука слабела, а твоя как бы сила не оставалась? Не оставалась, тоже слабела, но я так понял, что на уровень меньше. Я сейчас работаю в Киеве, в театре, в Национальном театре оперетты. Вот. Артистом-вокалистом. А можешь спеть что-нибудь? Не, я не совмещаю армрестлинг и... Ну... И творчество. Не, ну, армрестлинг это тоже творчество. Вот. Поэтому, чем мне нравится актерская профессия и армрестлинг, я вот думал, чем они во мне могут... Похожи? А чем они похожи? Вроде абсолютно разные. Но, у них есть одно единственное сходство. И там, и там нужна настойчивость. Вот, если падаешь, упорство, да, встаешь и все равно идешь. Все равно идешь. То есть, там часто бывают такие, встречаются стены, что... Ну, ты перед этим жил в Киеве или ты... Нет, я вообще сам родом из Запорожья. Запорожье. Да. И сейчас переехал в Киев. Уже. Постоянное место. Да. Потом я в Запорожье, потом в Днепропетровске. Отучился в театральном и поехал в Киев сейчас. Понятно. А вопрос такой. Какие у тебя планы на этот труд? На будущем? По армрестлингамминам. Ну, я не знаю. Буду смотреть по состоянию на счет А1. Вот. Если... Ну, нормально у меня руки восстановятся. Если все... В 90-е. Нормально. Ну, я да. Буду смотреть уже там по категориям дармы. Сейчас будет. Вот. А этот самый. Дальше. Мир. Ну, и не миров. А там все как бы... Ты как же подготавливаешься? Чемпионатах, турнирах, неважно. Сколько тебе нужно времени для того, чтобы быть... Удержать свои формы? Не говорю наработать, но удержать свои формы. Почему я спрашиваю? Потому что, например, есть такие спортсмены, которые борются 3-4-5 турниров в год. При этом, скажем, последний 4-5 турниров видно, что они просто выдохлись. Они уже не могут. Нужно отдохнуть. Ну, я всегда езжу на Европу. Ну, на мир, если получается. Бывало, не получалось или по времени, или финансово не получалось, или травмы. Ну, в принципе, ну, вот так вот на соревнованиях. С соревнованиям, в принципе, нормально. Ну, то есть форма держится. Понятно. И планируешь в этом году на Немиров приехать? Да. Ну, если и время, и... Я помню твой первый Немиров в 2010-й год. Я вообще не пошел. Вставать я плохо, тяжело. Не мог побороться. Не, мне было наоборот сильно хорошо. Я приехал первый Немиров. Я его видел только по телевизору. Я приезжаю. Все, там, эти Немиров, Немиров все в футболках ходят. Для меня какое-то было, как сказочное место какое-то. Я приехал, я только вот так вот смотрел. И, ну, никакая борьба я не мог настроиться. То есть я думал, я на Немиров, я на Немиров, Немиров. То есть, как бы только из-за этого ничего не получилось. То есть, если обычно я на борьбу настраиваюсь, то там я просто не мог настроиться. А второй раз уже я, конечно, уезжал с плохим настроением. А второй раз уже попытался не обращать внимания, что Немиров, а как бы соревнования. Сколько раз в неделю ты тренируешься? Ну, по-разному бывает. Если я готовлюсь к соревнованиям, я могу даже два раза в день потренироваться. Ну, просто разные интенсивности тренировки. Ну, стараюсь и отдыхать, но все время тренироваться тоже так нельзя. То есть тебе хватает восстановиться на следующий день, снова тренироваться два раза в день? Ну, я могу просто разные руки тренировать, там, разные техники тренировать. И поэтому, то есть, в принципе, можно и каждый день тренироваться. Но желательно все равно там дня три отдыхать вообще ничего не делать тоже хотя бы раз, там, я не знаю, неделю или полторы недели. Я по ощущениям своих смотрю. Для тебя преимущество стол или преимущество железа? Для тебя преимущество сейчас на сегодняшний день железо или стол? Ну, так как ты в Киеве. Я совмещаю все. Много ребят есть в Киеве. Стараюсь и бороться, и с железом, и все. Понятно. Еще какие-то вопросы? Ты занимаешься рулестингом раньше? Каким видом спорта? Раньше чем я только не занимался. Раньше акробатикой занимался, потом плаванием, дзюдо, ну и просто потом железо тягал. Там случайно получилось, что увидел ребят. Но как это началось, скажи, когда ты первый раз увидел стол? Официально. Это было в Металлургической академии, когда учился в Днепропетровске. И там Шустик, чемпион Украины, у нас здесь на Европе тоже он там призером был. И он участвовал на соревнованиях между факультетами. И там меня попросили поучаствовать, и я всех выиграл, кроме Шустика. А он по сравнению со всеми, то есть он такой 65 килограмм, 70, он еще 65 не гонялся. То есть худой такой. И он выигрывает такого здорового 120 килограммового, улыбаясь причем. Но тот как бы никогда не знал, что это такое. И я подумал, какая сила у человека, то есть тут в два раза больше. А тут думаю, ну смотрю за кулисами его двумя руками, а он их катает. И вот двумя руками, а он думал, откуда, какая это сила, что это может быть такое. То есть у меня так это как-то, ну не знаю, так интересно стало. Я к нему подошел, а он уже забитый был, и я его выиграл первую сватку. Потом он, так он думал, еще раз, я еще раз его до подушки до самой, и он оттуда у меня бум, бум. И все, и короче меня начал катать. И дальше меня это заинтересовало, как, ну что он делает, как это, ну не знаю, для меня был какой-то секрет. После того, как я на первых соревнованиях поучаствовал, и меня это завлекло, я выиграл первое, второе место на левое, второе, на правое, первое, среди юниоров в городе Днепропетровский. И потом как поехало. Но ты тренировался в шестниках? Можно сказать, что шестник был твоим первым? Да, шестник был первым тренером. А вторым был Староконь, тоже он и чемпион Украины неоднократный, и Европы он, я не помню, второй, может третий, если не помню. Ну я так не следил за его историей именно на Европе и на мире. Ну а дальше сам начал. То есть понял, в чем суть, что нужно делать для того, чтобы быть сильным? Ну есть вот какие-то, например, что-то, что может сказать, что это вот моя школа. Это вот я вот подумал, придумал, ага, сработал. А, ну я что, не говорю? Не, ну почему, а что? Говорить можешь все. Это секрет, это потом уже я, может, пришел. То, что ты делаешь, то, что ты делаешь, оно может, ну не может, оно, как правило, неприемлемо делать спортсмены. Другой спортсмен должен делать совершенно так. То, что делает, например, Рустам Бабаев, приблизительно мы все видим и знаем, что он делает. Он, он неприемлемо может быть. Абсолютно. Имеется в виду, что если что-то разработано только чисто по тебе и ты скажешь, я работаю и у меня получилось все. Ничего особо у меня не делаешь. Не, ну дело у меня нет, просто но. Я всегда сам, вот тренировка, я вот как-то, когда тренируюсь, вот я начинаю представлять, то есть руку соперника там или еще что мне не хватало на игропе. То есть я чувствую, то есть, допустим, я там что, не хватало, да, я начинаю над этим работать. Ты все, как бы, ну, что придумаю, то мы, ну, то есть все, что я придумаю, там, в тренировках, там, наблюдаю, может быть, смотрю. То есть включаешь мышление, наблюдаешь, включаешь мышление, а не знаешь свои слабые места, на которые нужно работать. Да, и сильные места, которые нужно усиливать. То есть многие спортсмены, они прибегают, как бы, к помощи. То есть, ой, Рустам, подскажи, ой, там, этот, ему покажи, ой, Андрей Пушкал. Не, я максимум, я могу. У тебя есть какие-то люди, которые там только выходят, чтобы потом припослить? Наверное, нет, я вот сам полностью. Так сильно. Извините его вам дерево. Огэо. Очищены 방송и это делают совсем прикольное исключ殊, так очень прекрасно, поэтому вы terreны. И решать. И CS. И Клубник, получается, что дर era схожественный жесть. И это вторая паула, Евгений Клопник И это Евгений Клопник